так итак всем привет друзья вы на канале виконста как думаете сегодня надо бас арену пойдем а нет ребята выбрал я это место специально так как здесь открываются очень красивые виды мы продолжаем культурно просвещаться в городе донецке и сегодня мы отправимся в донецкий краеведческий музей погнали то вы все мне говорите чё ж ты нас никуда не водишь ни по каким музеям ни по каким библиотекам в библиотеку вас сводил сейчас пойдем по музеям я помню этот музей еще со школы там есть на что посмотреть поэтому сегодня у меня выпала такая возможность показать вам окрестности прежде всего туда куда я иду здесь у нас донецкий национальный университет учетно-финансовый факультет ну чё-то время еще 7 43 что-то студентов не видно спят еще наверное в принципе начало сентября какая учеба люди после еще каникул не отходят ну а так выглядит донбасс арена уже за нее видеороликов нас снимали целую кучу но все же она всеми интерес я как почитаю некоторые комментарии в интернете то на донбасс арене будяки завелись здесь за донбасс арена никто не следит ребята где какие будяки где ну в принципе на этом больше останавливаться не будем так друзья ну вот мы добрались до краеведческого музея у нас такой парень встречает здравствуйте сегодня вадим васильевич не проведет экскурсию по краеведческому музея пойдемте рад вас приветствовать нашего музея но с его хотел бы немножко рассказать о нашем музее музеями это уже более чем 95-летнюю историю вот в этом году мы будем отмечаться своеобразный юбилей вот много у нас очень интересных экспонатов сейчас мы с некоторым из них с вами познакомимся вообще хотелось бы сказать что фондовая лекция нашего музея насчитывает более 150 тысяч разных интересных экспонатов сейчас мы находимся с вами в одном из новых залов это зал геологии палеонтологии здесь собраны уникальные экспонаты относящиеся к древней истории нашего края рассказывающие о том каким донбасс был 300 миллионов лет назад о том как развивалась жизнь на нашей планете да вот такие вот есть интересные диорамы рассказывающие о том как наш степной когда-то край выглядел напоминал он джунгли ну вот показаны витринах поэтапное развитие всех живых существ нашей планете но центральной части этого зала визитная карточка нашего музея возможно на пригласительных это отмечается это являются конечно же кости мамонта поэтому на что лежит часть скелета синего кита это самое крупное животное самое крупное млекопитающее который до сих пор существует на нашей планете надеемся что человечество все-таки не стремит этих красивых существ но тем не менее да вот это вот для сравнения существо уже вымершее тоже это одно из крупнейших существ на нашей планете обитавшие в период это настоящий кости мамонта вот и ну я по крайней мере еще будучи школьником помню прекрасно этот экспонат который тоже здесь же размещался наверное думаю все дети доктор из да я тоже когда-то в далекие годы ходил в школу и был этот экспонат а подскажите где его нашли это на самом деле составной скелет он был найден на территории нашего края но не в каком-то одном месте а как бы собран из нескольких частей вот то есть нельзя сказать что это конкретно один цельный костяк то есть это уникальная экспозиция не в каждом музее вы можете увидеть это ящий скелет том-то и дело что это не муляж ник не какой-нибудь сделан из современных полимерных материалов это настоящие кости которым уже несколько сотен тысяч лет здесь также в этом зале кроме экспонатов палеонтологии есть еще экспонаты относящиеся к минералоге да ну например соляной человек тоже интереснейший экспонат это статус иного человека сделано из цельного куска соли то есть высота на более двух метров соответственно пласт в котором его вырубили тоже вот такую мощность имеет очень большой очень высокий но все мы прекрасно знаем что что севернее нашего города есть значительные запасы каменной сводицы в городе соли до до промышленная добыча в принципе оттуда но и нам и прибыло еще одно интересное у нас изюминка этого зала это голографическая 3d пирамида вот это оборудование которое нам было поставлено и уникальность этого предмета в том что здесь в таким современных технологиях демонстрируются животные вымершие которых сегодня это недавно поставлено потому что такого раньше точно не было пойдемте следующий зал зал в котором экспонируются предметы рассказывающего животном мире нашего края то есть наш край богат не только полезными ископаемыми и до отзывчивыми домами но еще и богатый животный мир также у нас на донбассе представлен вообще условно наш край разделен даже на три зоны позвала побережье звоностепей звонали совы для каждого для каждой из этих зон есть свой уникальный животный мир но прежде всего когда мы посещаем с людьми этот зал спасителями мы акцентируем внимание на то что этот зал в 2014 году в августе в ходе боевых действий был полностью разрушен то есть вот эта часть которая где находятся лоси северо-западное крыло оно полностью было уничтожено то здесь просела крыша всего это все восстанавливали эти да это все осталось силами сотрудников нашего музея при деятельной поддержке сотрудников мчс в ходе демонтажа была демонтирована 74 кубических метров железобетонных конструкций более 200 квадратных метров в бетонных перекрытий кровли потрепало вас тоже очень сильно потрепало ну и поэтому зал как бы можно сказать из пепла возрожденный кстати в центре зала находится тоже такая интересная конструкция там вверху находится площадка на которой проводятся интерактивные занятия для детей то есть нас музей не только просто вы пришли и какую-то интересную информацию послушали у нас есть и такие программы которые позволяют детям что-то сделать своими руками например поучаствовать в геологической экспедиции или может быть написать письмо но при помощи чернила при помощи пера на вот такие увлекательные путешествия только услышали историю но историю еще можно сказать так пощупали руками сейчас мы с вами зайдем в зал который называется город и судьбы кстати по поводу юзовки 150 лет в этом году это зал по сути визитная карточка можно сказать кстати обратили внимание практически во всех залах по крайней мере на первом этаже сейчас расположены вот такие информационные панели которые то есть можно озвучить абсолютно любой аспект если хотите культуре послушать пожалуйста причем не только здесь именно текстовая информация есть еще и фотографии каких-то интересных экспонатов у меня было очень таким большим открытием именно фотографии старого города то есть открываешь интересно смотрите находить какие-то места которые сейчас тебе знакомы так как они выглядели там 100 лет назад 150 лет назад здесь всего что посвящено именно рождению поселка юзов когда как он проходил свое становление свой путь развития фотография основателя джона юза его большой семьи у джона юза было восемь детей 6 сыновей две дочери сыновья помогали вести бизнес вот управляли заводом здесь представлена диорама приблизительного вида интерьера английских служащих которых было очень большое количество в нашем поселке да потому что джон юз сюда не самостоятельно приехал он приехал сюда с рабочим персоналом с обученными людьми которые собственно и занимались становлением промышленного комплекса промышленной промышленной мощности нашего края здесь кстати вот такая выставка интересная очень уникальные экспонаты находится могут можно посмотреть это рукописные иконы это архистратегии михаила гавриил иконы 17 века это московская школа иконописи то есть она сейчас в оригинальном состоянии не восстановлено так как раньше было можно было приставить реставрировать и отреставрировать ну конечно делался в серьезных лабораториях чтобы понимали просто так иначе там может можно просто привести к порче экспоната на самом деле я надеюсь тут авторских прав не будет я думаю уже не будет так пока что все тем не менее я не думаю что youtube за это заблокирует мнение мне кстати очень интересный вот фанат эта карта карта начала 20 века по сути она называется план завода на российского общества но это центральная часть нашего города здесь на старой карте можно найти для себя какие-то знакомые элементы и всегда стараюсь людям тоже это показать и принципе многие наши сотрудники которые проводят экскурсии тоже прекрасно ориентируются в этой карте то есть здесь вот можно увидеть собственно территорию самого металлургического завода до улицы линии наши знаменитые до которых здесь насчитывается 20 штук вот первая линия ныне улица артема и и до сих пор называют кстати некоторые я тоже уже начинаю первая линия вторая линия шестая линия и так далее кстати вот есть некоторые проспекты которые у нас уже поменяли свое название ну допустим у нас как в городе санкт-петербург есть большой малый средний проспект мало об этом кто знает не небольшой проспект это проспект логутенко средний проспект это проспект труда малый проспект это проспект павших так я так понял это парк щербаково вот этот находится парк щербаково здесь я так понял это дамма между первыми городскими прудами да вот собственно вот вот здесь вот это спасо-преображенский собор который был построен в 1884 году на средства прихожан состоятельных сейчас это ныне что находится на его месте уже ничего не находится точнее находится там кафе дончаночка если помните старая советская вот и дело то что сам собор вот его можно увидеть только на фотографии вот этой он был взорван в 1931 году я вас приглашаю на второй этаж в этой экспозиции занимают вот такие древние монеты которые были найдены на территории северного причерноморья северного при азовья вот это монеты которые использовались в греческих городах колонии да то здесь можно увидеть по тексту когда ты да это до нашей эры времена идут либо первые века далее здесь в витринах представлены монеты относящиеся к римскому периоду понятно что территорию нашего края в состав римской империи не входило тем не менее монеты встречаются потому что активные торговые связи были в том числе и через наш край все это проходило да это уникальные кадры ну а здесь уже дальше витринах представлены другие виды монет относящиеся уже к средневековью 15 16 век монеты которые ходили на территории арабского халифата вот который опять же активно торговал с разными государствами того мира того времени средневековыми некоторые монеты кстати можно увидеть да они разрезали разломаны но это не значит что они порчены это кредит о том что они делались из чистого серебра и чтобы уменьшить как-то их значимость ну знаете как руб или 50 копеек можно сказать их у половине валили на четверть я так понял у вас в музее экспонаты со всего мира в этой части до экспонат уже со всего мира идут просто так уникальное то что относится к нашему краю здесь уже собраны монеты относящиеся к всему миру причем очень интересно вообще нумизматика да это как специальная историческая дисциплина она значительно помогает истории получать какие-то новые данные новые факты то есть изучает те же самые монеты можно изучать историю того или иного края то есть примеру да если мы смотрим на какие-нибудь монеты африканские или может быть монеты из-за страны государства можно допустим понимать кто был у них свое время хозяинами допустим британская колония это было или может быть французская колония вот здесь уже можно посмотреть на то как хранились деньги какие kopil очки И, может, опять же, у кого-то, кто будет смотреть этот блок, увидит копилки из своего детства или, может быть, Патманет уже. Да, до сих пор сейчас с такими копилками ходят. Если ключ не потеряли, конечно. Ну да. Зал революции. Здесь собрано очень много тоже экспонатов, которые рассказывают о революционных событиях начала 20 века, которые в конечном счете привели к падению Российской империи и становлению нового государства Советского Союза. Здесь есть тоже интересные, уникальные экспонаты. Образцы вооружений с Первой мировой войны до Аспарантов. Образцы мундира. Причем вот этот мундир относится еще вообще к периоду 1004-1005 года. Это мундир гефрейтора Лейб-гвардии Измайловского правка. Очень много диорам, которые посвящены деятелям интеллигенции, связанных с революцией или просто революционных рабочих. Есть вот такие вот образцы самодельного оружия. То есть это уже не мы восстанавливали, это экспонаты тоже уже более чем 100 лет историю имеют. Большое количество разных документов, которые рассказывают о событиях 17-го года, о событиях 18-го года. Люблю показывать всем дончанам и вообще гостям города вот эту фотографию. Да, это товарищ Артем. И сразу возникает вопрос, кто такой Артем, как его зовут на самом деле. Многие из САСУ говорят, ну как Артем? Артем, конечно же, его зовут. Нет, это Федор Андреевич Сергеев, известный большевик, который, собственно, и вошел в историю под псевдонимом Артем. Пойдемте дальше. В этом зале собраны экспонаты, рассказывающие о транспортной истории нашего края. Называется этот зал «От колеса до ракеты» из истории транспорта Донецкого края. Начинается все от простейших колесниц и повозок, которыми пользовались еще с Киев и потом Чумаки. Здесь уже рассказывается о становлении городского транспорта, железнодорожного транспорта. Это, кстати, тоже очень интересный момент. В этом году наш Донецкий троллейбус отметит свое 80-летие. 31 декабря 1939 года по улицам города Сталина на тот момент начинают двигаться первые троллейбусы. Экспонаты, рассказывающие о стратонавтах. Да, все, наверное, видели памятник стратонавтам, который находится на начале бульвара Пушкина. Но мало кто знает, что это не просто памятник, это, по сути, надгробие. В этой части зала представлены экспонаты, относящиеся к истории космонавтики и людьми из Донбасса, которые посещали открытое пространство за пределами нашей планеты. Здесь есть очень интересный экспонат. Это китель Георгия Тимофеевича Берегового, первого космонавта из Донбасса, урженца города Янакиева. Записка, переданная Юрием Кагариным, молодым шахтерам, которые посетили Москву в составе делегации. Сам Кагарин, к сожалению, не успел побывать у нас в городе, но, тем не менее, последний этого великого человека хранится в нашем музее. Ну и изюминка, это настоящий скафандр космонавта Леонида Денисовича Кизима. Леонида Денисовича Кизима, уроженец города Красный Лиман, дважды герой Советского Союза, летчик-испытатель, причем заслуженный летчик-испытатель, это одна из самых высших наград считалась. Кстати, многие обращают внимание на то, что он был довольно невысокого роста. Тем не менее, это не помешало ему побывать в космосе, а в общей сложности за три экспедиции Леонида Денисовича провел в космосе более 390 суток. Кроме того, здесь также представлены образцы питания советских космонавтов. Конечно, на сегодняшний день космонавты питаются немножко из других футляров и тюбиков, но, тем не менее, здесь можно увидеть первые блюда, борщ. Смысл остается все равно один тоже. Все верно, да. Сейчас сухпайки такие делают. Да, да, все верно. Все это сублимированная пища. Рассказывающая о рыте и торговле всех народностей, которые населяют наш край. Вообще, наш край мультинациональный. Очень лояльно мы относимся к представителям всех народностей. У нас на Донбассе проживает около 130. Это объясняется особенностями формирования края. Недаром наш край называли в свое время Новая Америка. То есть он развивался очень бурно. И здесь были представители разных национальностей. То есть как плавильный котел своего рода. То есть лежали разные люди без различий и участвовали в становлении нашего края. Здесь вы можете познакомиться с культурной историей нашего города. Все наши современные учреждения культуры, филармония, музыкально-драматический театр, театр оперы и балета, театр юного зрителя. Это все достижения советской власти. До революции, даже до 20-30-х годов, 20-го века ни одного такого профессионального культурного учреждения в нашем городе не было. Были, конечно, любительские театры. Один из них это дом братьев Кударовских, который находится на пресечении улицы Кобозева и Садового проспекта. Раньше это была вторая линия и улица Садовая. На сегодняшний день у нас, конечно, большое количество разных культурных учреждений и очень большое количество своих выдающихся деятелей культуры. Один из них это Сергей Сергеевич Прокофьев, в честь которого названа филармония, в честь которого назван терминал аэропорта. Есть интересный экспонат, который был передан из дома-музея Прокофьева. Вот, можно посмотреть на фотографию Сергея Сергеевича в кресле, в шляпе. Это шляпа его или... Вот она, пожалуйста, шляпа и кресло. Тем не менее, его память о нем довольно хорошо поддерживается, проводятся постоянно в фестивале, концерты имени этого великого композитора. Зал промышленности. В этом зале, конечно, собраны те экспонаты, которые рассказывают, благодаря чему наш край получил свой современный облик. Рассказывается о тяжелом труде шартеров. Здесь нужно понимать, что механизация такая, как сейчас, она 100 лет назад абсолютно отсутствовала. То есть, практически все делалось ручным способом. Уголь добывали при помощи обушков, при помощи кирки. Транспортировали уголь при помощи вот таких саней. Саночник несколько раз за смену ползком на четвереньках, в лаптях, на коленниках. По забою тащил вот такие сани весом более 100 килограмм. Естественно, газ метан, без него никуда. Это сейчас есть системы, которые контролируют содержание газа метана. Тем не менее, тоже бывает такое, что происходят взрывы и обвалы. Раньше, конечно, с этим боролись вообще диким способом. Была специальность газожег, который с факелом по выработке бродил и подрывал газ метан. Вот здесь уже представлены экспонаты, которые рассказывают о том, как проходила механизация на шахтах. То есть, если мы вначале смотрели о том, что все практически делалось ручным способом, то уже в годы пятилеток добавляются новые механические приспособления. При помощи групповой машины делаются загрупки на пластик, которые значительно облегчают дальнейшую выборку угля. Точно так же уменьшенная модель угольного комбайна, который был внедрен уже в 50-е годы 20-го века. А здесь большой такой вот макет. Это макет сталипрокатного стана, который был установлен на Макейском металлургическом заводе. И вот установка строительства такого цеха и большого стрельпрокатного стана позволила увеличить добычу стали до 1 миллиона 200 тысяч тонн в год. То есть, это, конечно, очень значительные показатели. Ну и вот благодаря развитию промышленности мы получаем картинку того, как жили люди в 50-е, 60-е годы, середина 20-го века. Я думаю, многие взрослые люди, которым уже за 25-30 еще что-то помнят здесь, но люди уже поколения 40-50 лет, я думаю, вообще ностальгируют, глядя на вот эту картинку. То есть, здесь очень много того, что сопровождало их раннее юность, раннее детство. Ну и, естественно, да, история образования нашего края. Здесь есть очень интересные моменты. У нас в городе сохранилось одно из старейших образовательных учреждений. Это церковная братская школа. Она находится на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Павших Коммунаров. Она еще была построена в самом начале века. Здесь учились дети, получали за успехи в обучении такие красивые похвальные листы. И в то время, кстати, если ты был образованным, тебе не приходилось служить прям 14 или 13 лет в армии, в действующей. А можно было там всего лишь один или два года отслужить именно в действующей армии, все остальное время находиться в резерве, в запасе. Это, конечно, тоже являлось большим стимулом для того, чтобы получать образование. Ну и плюс, понятно, работа хорошая. Здесь собраны экспанты, рассказывающие о периоде с 60-х до 80-х годов 20-го века. В дальнейшем мы смотрим, как знакомились молодые люди, как это все завершалось уже моментом церемонии бракосочетания, рождения ребенка, быт, швейные машинки. У многих до сих пор работающие, действующие стиральные машинки, сушильные машинки. Еще осталась паста. Да, конечно. И паста есть, и стиральные порошки, сами чистящие средства. Вот это, наверное, самый надежный аппарат, который никогда не сломается, сервисный центр его нести не нужно. Вытовых изделий, телевизоры. Зал средневековой археологии. Здесь собраны экспонаты, относящиеся к средневековой истории нашего края, хотя есть и некоторые экспонаты, которые рассказывают о более древнем периоде истории нашего края. Ну, например, керамика, фрагменты жилища, пострадавшие в огне пожара. Наши, кстати, художники, которые работают в нашем музее, стремятся не просто красиво как-то спроектировать, как это будет размещаться в витрине, но еще и подать вот такие вот картины, да, чтобы люди понимали, что вот почему обгоревшее, да, то есть обгоревшее жилище. То есть, произведено хотя бы как-то выглядело. Иллюстрация. Да, какой-то вот иллюстративный материал, который позволяет лучше понимать ход истории, то, как люди жили, какие они были свои, может быть, мотивы, цели и стремления. Собственно, элементы уже средневековой истории тоже представлены. Тоже очень уникальный экспонат. Культовая фигурка мифического первопредка. Бронза, это 8-13 век ориентировочно. Эспонат крутящийся, можно аккуратно посмотреть, как это все выглядит. Почему фигурка уродца? Предполагается, что это дух, который является проводником в загробный мир, который позволяет людям преодолевать этот барьер. Образцы вооружений, образцы украшений. Сколько им лет, а как сохранилось еще? Ну, это уже наше время, это 12-13 век, то есть это период, когда по территории нашего края активно перемещались кочевые племена. Тут машину новую покупаешь, 8 лет она уже загнивает, а это 13 век и остается. Качество, качество, качество решает. Зал земляков. Здесь представлены личные вещи людей, которые тем или иным способом или тем или иным образом связывали свою жизнь с историей нашего края, с нашим краем. То есть здесь есть люди как уроженцы нашего Донбасса, так и люди, которые родились в других местах, но тем не менее значительный вклад сделали в историю, находясь на нашей земле. Здесь также можно увидеть не только военные деятели, но и деятели труда, деятели искусства, культуры. Иосиф Давыдович Кобзон, опять же Сергей Сергеевич Прокофьев, наши продающиеся скутеры. Василий Полоник, Ясененко Николай. Здесь многие памятники этих людей до сих пор видятся всем жителям нашего города, проезжая на работу из окна. Вникальный экспонат, Тоскидское завояние, 7-8 век ориентировочно. Таких находок вряд ли превышает 10 штук во всем мире. Это только верхняя часть, есть еще большой кусок нижней части. Было найдено в марте 2019 года на Курганной насыпи на южной окраине села Марина в Ахачапурском районе. Очень интересный момент, это сбитое лицо, то есть отсутствует. Как правило, такие экспонаты редко находят именно в такой сохранности. Можно увидеть вот такой вот колчан для стрел. И уникальность также в том, что здесь еще изображено животное. Вообще, для скифов это довольно характерно, изображение животных, то есть это бестиальный стиль. Животное, ну, наверное, сейчас зрителям глядя, кто догадается, это пантера. Как бы это странным не казалось. Может быть, какого-то ракурса и есть там пантера. Ну, да, пантера. А это часть, которая находилась, собственно, под землей. То есть основание, на две половины, было сломано. Сломано не нами, сломано было задолго до того, как он попал в музей. Так, ну, а сейчас Ирина Георгиевна нам покажет уникальные, интересные книги. Но не только книги, а и какие-то предметы, которые не каждый день увидите. Да, Михаил. Вам еще раз говорю, вам сегодня очень повезло, потому что вы попали в сердце нашего музея. И у нас очень-очень много групп хранения. Но так как я заведу письменными источниками, я хочу, вот просто не побоюсь этого слова, похвастаться книгой, которой нет даже в библиотеке Крупской. То есть это совершенно уникальная вещь. И этой книги, она была издана в 1563 году. То есть ей скоро исполнится уже 500 лет. Что это такое? Это травник, так его называли в России. А вообще эта книга была издана для того, чтобы в Европе чума свирепствовала. И совершенно было необходимо, чтобы люди каким-то образом, врачей, конечно, не хватало, только люди вышли из религиозного дурмана средневековья, чтобы люди лечились. И вот эта книга уникальна тем, она была издана врачом Матиолли, который взял древнеримские рецепты лечения болезней. И на основе этого он издал так называемый аптекарский травник, где, вы видите, изображены сами растения. А, кстати, все гравюры, их тут более 500, раскрашены вручную лучшими художниками Чехии. Интересно, что книга на немецком языке с латинскими названиями трав и растений различных лекарственных, но при этом она издана на чешском языке, чтобы обычные люди, чехи, могли этим пользоваться. И вот эта книга к нам попала из Мариупольской мужской гимназии. А оттуда она попала из Европы. По ней учились гимназисты. И даже сохранились, учащиеся, видимо, собирали растения. И вот с тех пор, вы видите, уже больше 100 лет вот этим уникальным соцветием. Гербарии. Вот это листочком, да. И каждая страничка, это просто, наверное, кому-то спасла жизни, потому что читали люди, как собирать растения, как лечиться, каким образом. И даже Петр Первый в России пользовался, ну, не именно этой книгой, а подобным экземпляром книги. Называлась она у нас «Травник», а в Европе она называлась «Гербарий лекарственных растений». Еще одна книга, которую я хочу вам тоже показать, она уникальна для нас, ну, во-первых, тем, что это карта мира, которая была выпущена в честь герцога Бургундского. Но на одной из страниц мы открываем, и что мы здесь видим? Можно даже прочесть. Азовское море, то есть это наша территория. До сих пор современные картографы удивляются, как этот человек смог так точно изобразить. Вот здесь вы видите и река Меус, и Еланчик, и часть тут написана вот «Московия», «Татария». Просто удивительно, вся она украшена уникальными антикварными, античными рисунками. И здесь, в общем-то, все известные на тот момент страны были изображены. И принадлежит это картографу, очень известному в то время Европе, Жайо. И она для нас ценна, во-первых, тем, что впервые на карте мира были изображена наша территория, а во-вторых, тем, что это очень древние издания. У нас, конечно, очень много изданий религиозного содержания. Здесь у нас, например, вот и греческие. Вот сейчас мы как раз, почему я их достала, здесь и греческие. У нас Евангелие на греческом языке, которые украшены различными, видите, бисером, стеклярусом. Ну и вот на этих полках у нас хранятся книги, документы. Вот берем, допустим, вот эту папку, да. И здесь вы видите, что самыми, конечно, интересными для зрителей, да, советские документы. Ну, то, что люди никогда нигде не видят. И когда мы показываем с детками, особенно работаем на открытых занятиях, мы, конечно же, показываем просто уникальные грамоты. Вот обычный похвальный лист, но для нас он чем ценен? Что это Юзовка, вы видите. И, видимо, вот эта грамота была посвящена дню рождения Лермонтова, столетия его. И здесь изображены герои его произведения, вот целые сюжеты, вот герой нашего времени, здесь, конечно, мы. Это так надо было заморочиться, все сделать. Так, представляете, да, даже до сих пор. И вот каждая грамота, вот я просто даже вот сейчас пролисну. Вот, пожалуйста, похвальный лист, опять же, он ценен для нас тем, что это наша местная. Это тоже вот Юзовка, даже шахта Лидиевка. Или, например, вот грамота, которая вот о патриотизме говорит Николай. Это еще семья была живая, это еще 1916 год. Николай II, сын его Алексей. Здесь вы видите такие сцены военные. И еще одна интересная, сельский пейзаж. Вот, пожалуйста, хатыночки, такой народный стиль. Вот Лидиевска, вот до сих пор есть у нас Лидиевка, да, шахта Лидиевка. Вот, пожалуйста, 1904 года, конечно, она уже в очень плохом состоянии, но краски еще хорошо сохранились. Или, например, вот грамота, которая опять же отражает сюжеты. Вот, например, чтение манифеста. Ну, манифест, когда крестьяна освободили от неволи в 1861 году, и настолько это повлияло на всю деятельность вообще и учебную, и политическую, что вот эти грамоты издавались. Вот в таких у нас пафочках хранятся грамоты. Уникальные кадры. В коробках у нас хранятся документы. А теперь я прошу вас пройти сюда. Вот наша сотрудница вам покажет, как у нас хранятся уникальные фотографии. Которые посвящены образованию, науке, культуре или религии Юзовке. Ну, ныне Донецк. Вот, посмотрите. Это у нас образование. Гимназистки. Вот ученики тоже интересно посмотреть сидят. Вот они. Средняя школа. Наука. Фотографии хорошо сохраняются досоветские, потому что в них очень много ртути. Качественно было сделано. Берлифляовский с серебрами. Публицист, российский экономист, который жил у нас в Юзовке. Культура. Куинджи, художник. Земляк наш. Вот самодеятельный коллектив Донецкого металлургического завода. Евсеев, директор музея, который был в 50-55-х годах. Археолог. Вот он маленький. Ну и религия с церкви. Тут уже, конечно, ничего не видно. Церковь виднеет. И вот тоже малаканцы. Реликия такая была в Юзовке. Вот здесь у нас хранятся газеты, журналы. То есть то, что называется письменными источниками. Что это такое? Это всё, что написано на бумаге. То есть напечатано, написано. И плакаты, картины здесь у нас, скульптуры. И это так называемые у нас светлые фонды. Это народное название, потому что здесь есть окна. Мы с вами идём осторожно. Сейчас мы идём в тёмные фонды. Самое интересное, это всегда он находится в подвале. В подвальных помещениях. Туда, где редко пускают. Ну, ещё раз повторяю, сюда вообще мы никого не пускаем, кроме работников. Всё-таки мы хотим, осторожно, пару же похвастаться. Это у нас фонды, где хранятся вещественные материалы. То есть это керамика, стекло, пластмасса. Но здесь наименований сотни просто. Это игрушки, и посуда, и археология. Разные, самые разные, вот, ну, может быть, даже тысячи наименований самых-самых различных. Макеты. Медицинские принадлежности. Это, да, макет Брига Меркурий. Он когда-то стоял в экспозиции, старый этот наш Бриг Меркурий. Ну вот и подходит к концу очередной наш выпуск. Сегодня мы посетили Донецкий краеведческий музей, которому исполняется 95 лет в этом году. Ну, как вам в выпуске Донецк от первого лица, а, ребята? Эта рубрика всегда будет у меня в топе. Также не забывайте писать креативные комментарии под этим видео. Не забывайте поддерживать меня. Депосты и лайки приветствуются. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.